Пушкинский вечер И открыть домик Пушкина, прочитать какое-то его стихотворение, поставить в лицель, обязательно к его юбилейной дате, обязательно выучить какое-то стихотворение нашим гениальным поэтам. Пушкин именно зимой был, он был в Тирасполе 17 января, поэтому мы решили, что сегодня этот вечер будет посвящен последний день зимы именно Пушкину. Пушкин всю жизнь с нами, где бы ни было, но всегда на ум приходят его поэтические строки, потому что Пушкин, он очень любил отчизну, он очень любил жизнь. Большому сожалению, его жизнь прервалась слишком рано, но он живет вечно. Какое самое любимое произведение Руслана, которое вызывает Махар? Я, наверное, должна назвать Руслана Людмила, вот эту его поэму, потому что самые лучшие впечатления вот из детства, это именно вот эта поэма. Ну и, конечно, рядом сказка о царе Салтане, это понятно. Зачитывались, зачитывались, смотрели фильмы. Большой поэт, великий поэт, и долго буду тем, любезен я народу, что чувства добрые я лиры побуждал, что в мой жестокий век восхвалил я свободу и милость падшим призывал. Полгода назад перечитал, во-первых, Руслана и Людмилу, и, конечно же, я читаю ее своему сыну на ночь, как сказку. И я, если честно, по-новому открыл для себя Евгения Онегина, который, наверное, никогда еще 100-200 лет по прошествии не перестанет быть актуальным, интересным и не перестанет волновать умы как молодых людей, так и уже взрослого поколения. В Террасполе Пушкин был однажды в 1824 году вместе со своим другом Иваном Лепранди. Погода встретила дождем, а потому здесь пришлось задержаться. Заехали в гости к брату Лепранди Павлу. Сейчас дом находится по улице 25 октября под номером 20. Тогда эта улица носила название Почтовая. Говорят, позже там даже нашли курительную трубку Пушкина. Уж слишком быстро собирался в Бендеры. Он отправился в Бендеры, там пытался найти могилу Мазепы, ничего не получилось. Потом он вернулся, собирался уехать, но был дождь. А Сабанеев предложил ему встретиться с Раевским из самых добрых побуждений. Но Пушкин уже понял, что не просто так его сослали, надо думать. Отказался под предлогом того, что ему надо быть в Одессе к определенному часу. Так Пушкин согласился лишь на тихий вечер за чашкой чая. Как это было, изобразил приднестровский художник Василий Рудяга. Трое военных, милая дама, а в центре Пушкин с бумагой в руках. Можно предположить, что после поездки по Бендерам поэт читает наброски поэмы Полтава. А возможно, первые строчки повести «Метель». Ведь ее идею он нашел на этом ужине. Генерал Сабанеев рассказал историю венчания под покровом ночи и втани от всех. Я давно рискал случай открыть вас в мое сердце и прошу вывода внимания. Я вас люблю.